В ходе предыдущей сессии мы говорили о пользе здорового уверения себя духовному учителю, духовному наставнику. Далее следует список неблагих последствий, которые могут возникнуть, если мы откажемся от своих обязательств. Проявляя презрение к учителю, ругаясь на него, заставляя учителя сердиться, оставляя в гневе учителя, поддерживая сильнейшую ненависть к учителю. И жалея о том, что мы вообще связались с этим учителем или буддизмом в целом. Именно об этом мы говорим, когда говорим об опасности, угрозах. Не думаю, что необходимо было бы разбирать список целиком. Можно, думаю, понять его в целом. Мы открываемся для того, чтобы довериться кому-то. В каком-то смысле в этой ситуации мы очень уязвимы. Например, если вы ребенок, который открывается родителям или учителю, а этот учитель и родители над вами издеваются, подвергает вас сексуальному надругательству или бьет. У большинства людей остается эмоциональная травма, которая сопровождает их всю жизнь. Ее сложно преодолеть. Возможно, но непросто. Такие люди больше никому не доверяют. Теряют способность доверять. И всегда относятся ко всему с опасениями. Говорят, не хочу в это вовлекаться, вдруг мне снова причинят боль. Это не позволяет им в будущем снова открыться для кого-то. Создают значительные препятствия. Нам не нужно доходить до крайних примеров с учителями, которые злоупотребляют доверием учеников, притворяясь великими учителями и издеваются над учениками. Это само по себе достаточно болезненно. Причиняет ужасающий вред, на самом деле. Но здесь, когда они говорят о этих преимуществах, они не говорят о такой ситуации, в которой учитель сексуально обманывает нас, или обманывает нас в отношении силы и денег. Но здесь речь не идет о таких ситуациях, когда учитель, например, подвергает нас сексуальному насилию, или злоупотребляет своей властью над нами в денежном плане или как-то еще. Хотя даже в таких ситуациях мы должны просто уйти. С уважением, относясь к той пользе, которую этот учитель нам принес, мы уходим. Однако здесь речь идет о квалифицированном учителе, которого мы оставляем с чрезвычайно неблагим состоянием ума. Хотя нужно понимать, что если вы с неблагим состоянием ума уходите от учителя, который над вами издевался, то вы также препятствуете тому, чтобы в будущем открыться для кого-то. Но если с квалифицированным учителем мы оставляем его, думая, что этот учитель ужасный и все, что я рядом с ним делал, все это глупости... К какому результату это ведет? К чему это приводит? В результате мы закрываемся для буддийского пути и любого духовного пути. Никогда не станем доверять никакому духовному руководству. И даже если начинаем с кем-то общаться, то страдаем от паранойи. Всегда ожидаем, что произойдет что-то плохое. И как сказано в текстах, любые благие качества, которые мы развили, начнут приходить в упадок, быстро начнут убывать. Потому что у нас настолько неблагое состояние ума, что мы лишаемся всего благого. И вот, в этом списке есть такие пункты, как вы продвигаетесь к рождению в низших мирах, вы пойдете в адские миры. Их нужно понимать правильно. Важно понимать, что здесь не говорится, как в некоторых культах, что вы обязаны подчиняться учителю, а если не будете подчиняться, то попадете в ад. А в силу чего мы боимся совершить ошибку, чтобы не попасть в ад. Безусловно, здесь подразумевается нечто совершенно иное. Что же такое ад? В буддизме много адов, но что они подразумевают? Следуя совету Сирконга Римпоче, необходимо рассмотреть оттенки смысла санскритского понятия и тибетского слова. Санскритский термин означает лишённый радости. В этом месте нет радости. Только несчастье и горе. И боль. Симон. 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 Всяная ситуация. Итого. Есть. Итого нет, чем мы делали, чтобы динуться успехи, которые, конечно, у нас здоровались. И, конечно, вы отдали в очень, очень радости в состоянии. Вы отдали это очень недвижение, с Materialом? В этом месте у нас с д 뉴�abas. Разумеется, если вы оставили учителя с неплохим состоянием ума, испытывали, например, гнев, разочарование и так далее, само по себе это состояние ума уже лишено какой-либо радости. Мы вовсе не сорадуемся всему тому, что изучили и совершили. Мы думаем, что все это было глупостью, бездарно растраченным временем. Тибетский термин подразумевает, что из этого состояния очень нелегко выбраться. Я люблю это переводить понятием «в ловушке». Мы в ловушке этого состояния ума. Таково описание адского состояния ума, совершенно без радостного, выбраться из него очень нелегко. Так что, если вы думаете о том, что мы верим в будущем, в настоящих хелищах, в илиzelf состояниях, где-то может быть, и так далее. И мы можем поразмыслить, и независимо от того, верим ли мы в будущие прошлые жизни, в возможность родиться в адском мире, мы понимаем, насколько ужасно это состояние ума, и насколько близко оно к тому состоянию ума, с которым мы покидаем учителя. Поэтому, пожалуйста, не цепляйтесь за этот момент. Не уделяйте слишком много внимания отличиям Ваджиного Ада от Ада Авичи. Не думайте, насколько километров под Бадгайю нужно закопаться, чтобы до этих адов дойти, и насколько высокая там температура. Как говорит Его Святейшество, Будда приходил не для того, чтобы учить нас географии. Он приходил, чтобы научить нас избегать преодолевать страдания. Так что, если мы негативно относимся к улучшению самих себя, улучшить себя нам не удастся. В этом состоит огромная угроза, которая присутствует, если мы не изучаем учителя тщательно, перед тем, как серьезно заняться изучением и практикой буддизма. Если мы не осуществляли эту проверку, нам нужно ее провести очень тщательно. Чтобы не было опасности того, что мы отвернемся от учителя, отделимся от него и закроем себе путь для дальнейшего извлечения пользы из буддийских учений. Представьте, насколько ужасно разорочароваться во всем позитивном, во всем благом, так что не на кого будет смотреть, как, например, не останется надежды. Это, собственно, и описывает состояние ада, полное отсутствие радости, горе и отсутствие надежды. Пожалуйста, помните, что мы здесь не говорим о вечном наказании, даже рождение в аду рано или поздно закончится. Но с вовлечением в подобные отношения, в подобный вид духовной практики сопряжено множество опасностей. Это нечто серьезное. И я не могу сказать, что это не просто, что нужно следовать правилам, а в противном случае нас ждет наказание. Все гораздо сложнее. Люди часто обсуждают сам термин «страх». Главный контекст, в котором этот термин возникает в буддизме, это тема «прибежище». «Под прибежищем» подразумевается позитивное направление в нашей жизни. Все не сводится к молитвам Будды «Пожалуйста, спаси меня и защити». Мы продвигаемся в направлении подлинного смысла дхармы, то есть подлинного прекращения страданий и развития состояния ума, которые нас освобождают. То есть к тому, что Будды осуществили полностью, а Ария Санха – частично. В своей жизни мы хотим установить такое направление, чтобы продвигаться в эту сторону. И, безусловно, Духовный Учитель помогает нам на этом пути. Но какие причины принятия этого направления в нашей жизни? Это в соответствии с текстами страх перед неблагими рождениями в будущем. И уверенность в том, что, продвигаясь в этом направлении, мы сможем их избежать. Итак, есть два вида страха. Разрушительный, или, скорее, опустошающий страх. Это страх, испытывая который, вы ощущаете, что надежды нет, чувствуете беспомощность. Это беспокоящее, опустошающее чувство страха. Что поделать? И здесь, в контексте, в том, что поставить безопасную сторону в нашей жизни, это очень разнообразно. Потому что мы понимаем, что есть способ, чтобы избежать этих плохих революции. И есть огромная надежда. Так что это здоровый вид страх. Но здесь, в контексте правильного прибежища, надежного направления в нашей жизни, это нечто совершенно иное. Потому что мы знаем, что надежда есть. Поэтому это здоровая форма страха. Приведем пример. Захотите ли вы переходить через улицу полную машину? Я боюсь, что меня собьет машина, но если я посмотрю в обе стороны и буду внимателен, то смогу спокойно перейти. Если же надежды перейти улицу нет, то вы просто всегда боитесь ее переходить и так никогда и не переходите. Но вы знаете, что можно избежать того, чтобы вас сбила машина. И это здоровое чувство страха придает нам осторожность. Иногда я использую термин «опаска» вместо слова «страх», потому что важно понять, что это не парализующий страх. И здесь этот страх применяется по отношению к этим неблагим состояниям ума, с которыми мы можем покинуть учителя, состоянию гнева, ненависти. Мы здесь не говорим о так называемых повреждениях преданности гуру, потому что с этим термином много чего связывают. Часто думают, что я сделал не совсем то, о чем просил учителя и теперь попаду в ад. Мы здесь говорим о развитии… Мы здесь говорим о по-настоящему неблагих состояниях ума по отношению к учителю, а не о том, когда мы совершаем какие-то ошибки или просто слишком ленивый, чтобы выполнить порученное. И, подобно тому, как мы хотим избежать попадания под колеса машины, мы хотим избежать и этого неблагого состояния ума, которое не даст нам извлекать пользу из буддизма, встреч с учителями и оставит нас с пустыми руками. И мы знаем, что способны избежать этой опасности. Как же ее избежать? Мы не должны, подобно солдату в армии, быть во всем послушной и бездумно выполнять все, что велит учитель. И мы можем избежать этого, чтобы избежать этого можно тщательно, предельно тщательно проверяя учителя самих себя перед тем, как установить определенный вид отношений. Каково главное предназначение учителя? Они дают нам информацию, но правильную информацию мы можем извлечь из книг или интернета. Они могут отвечать на наши вопросы, поправлять нас, когда мы совершаем ошибки, но для этого никаких особых способностей не требуется. Главное предназначение подлинного духовного наставника, ну, помимо передачи обетов и тому подобного, это вдохновлять. Я смотрю на этого человека, как на пример. Я стараюсь стать таким же. Это модель, которой я следую. Их пример, пример этого человека меня вдохновляет. Я хочу стать таким же. Затем мы полностью в этом разочаровываемся. Наш идеал разрушается, и мы не просто разочарованы. Мы говорим, как глупо было с моей стороны вообще всем этим заниматься. Чтобы избежать этого, нужно по-настоящему проверять перед установлением отношений. А затем следовать установленным процедурам. Например, если учитель делает что-то странное или просит сделать нас что-то странное, мы должны попросить его объяснить, почему он об этом заговорил. И опять же, на ум приходят примеры Сирком Гримпаче. Лама Зопа как-то сказал, что если вы хотите посмотреть на что такое настоящий учитель, взгляните на себя. Сирком Гримпаче. Вот он настоящий. Как-то возникли какие-то юридические трудности с клочком земли. Предназначенным для женского монастыря. Клочок земли то ли принадлежал Римпаче, то ли кто-то его ему подарил. Точно уж не помню. И, вы знаете, там есть разные истории и вещи, и, вы знаете, что-то об этом. И Сирком Гримпаче был так и очень добрый, потому что он подбросил меня из-за своего дома и объяснял мне всю ситуацию. для того, чтобы я никогда не создавал какие-то ошибки или какие-то странные думки, потому что все эти сложные вещи, которые происходили. Это реально, реально учитель. Я очень боялся, что я не возникну. То есть, не сформировалось о ней неверное представление. И вот это настоящий учитель. Он приложил все усилия для того, чтобы во мне не возникло разочарование. OK, so maybe enough of the disadvantages of turning our back on the spiritual teachers after we have committed ourselves. Ну, на этом мы перестанем разбирать недостатки ухода от духовного учителя после того, как мы ему дверились. OK, now, if we continue to follow the various guidelines, the outlines, I should say, then the next topic is in terms of how do we actually entrust ourselves to the spiritual teacher? How do you relate to the teacher? Если мы будем следовать определенным классическим схемам, последовательности тем, то следующая тема, которую мы должны рассмотреть, это как веряться духовному учителю, как к нему относиться. И это описывается с точки зрения отношения на уровне настроя, мыслей. и отношений с точки зрения поведения с учителем. Отношение к учителю на уровне мысли описывается двумя тибетскими терминами, и мы опять же выжимаем из них весь смысл. Первое тибетское слово меба. Первое тибетское слово меба. И это описывается в текстах, в текстах Абхиддхармы, и мы имеем версию Васубанды, и мы имеем версию Асанга. Различные умственные факторы, определения различных умственных факторов даются в текстах Абхиддхармы, и есть два основных текста, текст написанный в Асубандху и текст Асанги. Всегда смотрите на определения, не полагайтесь на варианты, которые предлагают переводчики или словари. И Васубандху определяют термин меба как узнавание того, что у объекта есть благие качества. Постижение. Постижение – это термин непростой, большинство людей не знают, что оно значит и по-английски. Постичь что-то значит точно и определенно познать что-то. И здесь это относится к благим качествам учителя. Итак, каковы же в точности благие качества учителя? Не те, которые мы на него проецируем или которые себе воображаем. Каковы же реальные благие качества конкретного учителя? Кроме того, нам необходима уверенность, мы должны быть точно уверены, что он ими обладает, а не сомневаться в этом. Асанга определяет этот умственный фактор как твердая убежденность. У Асанги речь идет не обязательно о благих качествах, но с точки зрения Васубанху мы говорим именно о благих качествах учителя. Каковы же качества духовного учителя? Мы изучали список качеств или квалификаций духовного учителя и именно о них идет речь. Является ли человек высоконравственным? Удалось ли ему в значительной степени усмирить свои беспокоящие эмоции? Испытывает ли он искреннюю заботу о благополучии и счастье ученика? Там идет длинный список. И мы проверяем, есть ли у учителя эти качества. Как же в этом убедиться? Для этого мы переходим к тому, как Чандракирти объясняет достоверное познание. И изучая Дхарму, мы всегда собираем такую головоломку, соединяем отдельные элементы. Мы проверяем, является ли это признанным благим качеством? Считает ли общество, что это благое качество? Традиционно считается, что это благое качество, например, нравственность учителя, это качество благое. И в этом смысле это соответствует тексту. Общеизвестно, что человеку честному вы можете доверять. Это нечто, что понимают все люди, некое общее место. Это первый критерий. Просто... Просто... Но неправильно считать, что наличие большого громкого имени или большой славы делает человека достойным учителем. Его святейшество всегда подчеркивает, что тулку не должны полагаться только на громкое имя, которое унаследовали от своих предшественников. И в этой жизни им необходимо продемонстрировать благие качества. Поэтому считать, что одно наличие громкого имени делает человека хорошим учителем неправильно. Более того, во время большого собрания тулку в 1988 году его святейшество сказал, что будь его воля, он бы вообще отказался от системы тулку, потому что в ней слишком много злоупотреблений. Так что он отругал всех тулку за то, что они ленятся, полагаясь на свое громкое имя. Это первый критерий. Качества должны соответствовать общему представлению, традиционному представлению о том, что такое хороший учитель. Второй критерий – оно не должно противоречить состоянию ума достоверно постигающему относительную истину. В этом предложении много технических терминов. Относительное познание, относительная истина. Вы, например, спрашиваете других людей, каков их опыт общения с этим учителем. Как они ощущения антибиотики преодолевают искусственную поперечительную истину? Может он затруднит концентр Florida ? Как раз в какой-тоème обстановке. Легкость очень правит истинная все-таки, что это братье, что очень истинный, и так далее. Вам видно, что этот человек делал абсолютно нетрpfiel. И другие люди, когда его слушают, то также увидят, что это плохо. Как он делает это, как этот пациент. Мы наблюдаем сами или спрашиваем других людей об их опыте, и опыт общения с этим учителем не должен противоречить общим представлениям о том, что такое хороший учитель. Человек нравственный, человек честный и так далее. И если мы можем увидеть противоречие между вот этими общими представлениями о том, каким учитель должен быть и тем, как он ведет себя на самом деле. Если мы видим, что учитель поступает каким-то ужасным образом, совершает нечто ужасное, то это противоречит тому, что он может быть хорошим учителем. Третий критерий не должно быть противоречием с умом, достоверно постигающим абсолютную истину. Which means that, you know, if we validly cognize the deepest truth, we cognize voidness. So, voidness, you know, the qualities of the teacher are not self-established, you know, inherent inside the person and so on. It's arisen from all sorts of causes and conditions and factors, etc. Если мы постигаем абсолютную истину, мы постигаем пустотность и видим, что благие качества учителя, его квалификации не возникают сами по себе, независимо ни от чего иного. Все это возникает на основе определенных причин и следствия. So, if we think, you know, this teacher is like some sort of God, you know, some sort of transcendent being up here and solidly like that from his own side and there's no way we could possibly relate to that and no way we could possibly become like that, it's obviously false. That's contradicted by a mind that validly understands voidness and dependent arising. Потому что если мы считаем, что учитель подобен Богу, что это некое неземное существо с благими качествами, существующими независимо, обладающими самобытием, что мы никаким образом не сможем установить связь с этим учителем или стать ему подобной, то это неправильное постижение реальности, оно противоречит пустотности. У всех у нас есть возможность развить благие качества, но развить их можно только, выполнив огромное количество тяжелой работы. So, that's how the teacher became, you know, achieved their attainments, that's how Buddha became a Buddha. Именно так развил свои реализации учитель, именно так Будда стал Буддой. Поэтому важно не думать о том, что это невозможно. Когда мы говорим об этих позитивных качествах, нужно реалистично к ним относиться. Okay, now, that is then the state of mind, this first way of relating to the teacher, how we relate to the teacher is with confidence, confidence that they have these good qualities, firm confidence. Первое качество, первый аспект, с которым мы относимся к своему учителю, это уверенность. Твердая уверенность в том, что он обладает этими благими качествами. Потому что если в нас есть эта убежденность, то мы доверяем учителю, верим, что он нас не подведет. И это очень тонкий момент, потому что этих учителей, на самом деле, на нас нет времени. Они очень заняты, они путешествуют по всему миру и у них тысячи таких последователей. Но мы доверяем, что верим в то, что учителя есть эти благие качества и вдохновляемся благодаря этому. Другое дело, что повседневное наставление нам может давать учитель другого уровня. Но это уже другой вопрос. Now, it gets into a very delicate topic that we don't have that much time in this session for, but I'd like to get into it. Это ведет нас к одной очень деликатной теме, на которой у нас, к сожалению, недостаточно времени в ходе этой сессии, но я хотел бы начать ее разбирать. Отношение к учителю, как к Будде. Это часто переводят как признание учителя Будды. Но признание в данном случае не передает всех оттенков смысла. Речь скорее идет о развлечении. Что это развлечение подразумевает? Мы различаем определяющие качества чего-то. Что это вот этот набор качества, а не иной. Это постоянно происходит с нашими пятью совокупностями. Прошу прощения, это одна из наших пяти совокупностей, которые постоянно действуют. Например, на уровне зрения мы отличаем силуэт головы от стены, которая за ним находится. И если бы у нас не было этой способности, мы не могли бы жить. Так что вы понимаете, о чем, примерно понимаете, о чем мы говорим. У вот этого скопления цветных форм есть качества, которые отделяют голову от стены. Простите, что заговорил слишком сложно. Я это дело люблю. Постараюсь немножко это прояснить. Нам нужен такой пример. Духи воспринимают одну субстанцию как гной. Ту же субстанцию люди воспринимают как воду, а боги как нектар. Речь не идет о том, что есть лишь некая основа субстанции, которую голодные духи обозначают как гной, люди как воду, а боги как нектар. Дело в другом. В противном случае на эту основу можно было бы навесить вообще что угодно. Я думаю, что это Санкапа, я не помню, какой коментарий, может быть, Кейдопчэ, но это объясняет, что, в самом деле, есть характеристики of objects of an object, but they can't be found in the object. So what does that mean? Кажется, Лама Санкапа в одном из комментариев, хотя, возможно, это был Кедруб Дже, говорит, что у объекта есть качества, но они не присутствуют в самом объекте. Что же это означает? На относительном уровне все явления наделены свойствами. Вы знаете, что они называются дхармами, а дхарма буквально означает то, что удерживает, то есть все явления удерживают какие-то качества. Но сами по себе определяющие качества не могут ни самостоятельно, ни в сочетании с нашей способностью навешивать ярлыки, сделать объект тем, чем он является. Это, конечно, невероятно сложно понять, что это означает. Узнать, что это вообще означает. Так что спасибо большое за определение. Есть пример, который, возможно, поможет. Пример как раз про гной, воду и нектар, и определяющие характеристики каждого из трех. Двенадцать яиц можно разделить на четыре группы по три яйца, три группы по четыре яйца, шесть групп по два яйца или две группы по шесть яиц. Если в самих двенадцати яиц, яйцах что-то, что позволяло бы делить их таким образом. Где? Где? Но их можно разделить, не так ли? В зависимости от настроя ума того человека, который хочет приготовить омлет из двух яиц или трех яиц. Но нужно сказать, что у двенадцати яиц есть качества, позволяющие разделить их на такие группы. Вы размыслите над этим, это очень глубоко. Продолжение следует... Продолжение следует... Каждый из этих способов обозначения яиц правилен. Вы можете их обозначить как четыре группы по три или три группы по четыре. И обозначать один и тот же объект, как гной, воду или нектар, так же правильно, со стороны существ определенного класса. А теперь примените это к примеру, в котором учитель является Буддой. Что такое Будда? Будда наделен всеми благими качествами. У учителя есть разные благие качества. Мы в этом убеждены, это точно. У учителя также могут быть неблагие качества, недостатки. Но не речь не идет о том, что мы можем отыскать где-то внутри учителя. Но на основании поведения мы обозначаем благие качества и недостатки. Итак, состояние ума. Будем ли мы подобны голодному духу, который сосредотачивается только на недостатках? Какой ужасный человек, у него на меня никогда времени не находится. Таким образом, мы жалуемся и впадаем в неблагое состояние ума. Или мы сосредотачиваемся на определяющих качествах благих черт. То есть, входим в состояние ума, которое видит Будду. Далай-лама очень ясно утверждает, Лама Цанкапа об этом говорит вкратце, но Лама проясняет этот пункт в своем собственном ламриме, что мы не отрицаем недостатков учителя. Не проявляем наивность. Но осознаем, что если мы сосредоточимся только на недостатках, то пользы никакой не получим. У нас будет просто повод жаловаться. Если же мы сосредоточимся на позитивных качествах, то испытаем великое вдохновение. Говоря о позитивных качествах, мы говорим в контексте природы Будды. В нас заложены различные склонности. Здесь мы затрагиваем тему кармы. В самой склонности, как причине, у нее есть определенный аспект или определенная сторона, которая составляет еще не возникший результат, еще не возникшее следствие. Речь не идет, что он там где-то внутри сидит и ждет, когда можно будет выпрыгнуть, потому что развиваться этот результат будет под влиянием множества факторов. Но в этой причине есть аспект или сторона, которая приведет к возникновению следствия. Итак, говоря об учителе, мы говорим о благих качествах, позитивных склонностях, которые приведут к следствию, еще не возникшему следствию, то есть к полному состоянию Будды. Поэтому мы не проявляем наивности и не думаем, что это некое всеведующее существо, которое, как я часто шучу, знает телефоны всех людей на этой планете, проходит сквозь стены и может проявляться в форме зеленых тел и говорить на всех человеческих языках. Мы не проявляем такую наивность. Но это еще не проявившийся Будда, которого можно достоверно обозначить на основе всех благих качеств, которыми обладает учитель. И таким образом мы видим, что учитель – это Будда. В этом смысле, с точки зрения аспекта Будды, природы Будды, мы видим учителя как Будду. Подобно тому, как боги видят в субстанции, о которой мы говорили – нектар. И воспринимая учителя как Будду, точнее, не воспринимая, а различая его – здесь употребляется термин «различение», мы отличаем его благие качества от качеств неблагих. Мы обозначаем на этой основе еще не проявившегося Будду. Но слова «еще не проявившийся» обычно не упоминаются, говорится просто «Будда». Пожалуйста, помните о смысле значимости этого, в особенности в контексте тантры. Если мы можем осуществить это по отношению к учителю, то можем сделать это по отношению и к самим себе. Это тот же самый процесс. В тантре мы используем свое воображение и начинаем с того, что представляем себя, как полностью просветленного Будду, хотя это еще не произошло, это еще не достигнуто. И мы правильно обозначаем «я» на этой основе. Это называется удержанием гордости божества. У нас есть поток ума, в котором заложены благие склонности, и рано или поздно этот поток ума придет к состоянию Будды. И мы можем обозначить, наложить понятие «я» на весь этот поток ума, на всю эту протяженность. Таким образом, чтобы сделать это с учителем – это начальник. Как я говорил, чтобы обозначить мою собственную обозначение. Помимо помогать моему учителю, это открыло меня, чтобы помочь другим. Таким образом, видя учителя, как учителя, это открыл нас, чтобы сделать это в тантра практике, в том числе и в том числе и в том числе. И первый шаг – это способность обозначить учителя как Будду, обозначить таким образом поток его ума. И подобно тому, как мне удалось, как преодолевая свой эгоизм, помогая учителю, я научился помогать и другим живым существам, мы здесь учимся сначала обозначать учителя как Будду, а затем прилагать это и к самим себе. И именно в этом смысл этой практики в тантре. И когда в текстах говорится, что недостатки, видимость которых возникает, когда говорится о недостатках, видимость которых возникает, и говорится, что видимость этих недостатков недостоверна, понимать это нужно в контексте того, что я только что объяснил. Иначе мы вместо того, чтобы быть богами и видеть нектар, будем подобны голодным духам, которые видят гной. Только в данном случае мы воспринимаем учителя как ужасного человека, фиксируясь на его недостатках. А что в этом недостоверного? Это то, что мы проецируем на эти недостатки и на этого учителя, подлинное самобытие. Говорим, это подлинно существующие недостатки, подлинно существующий плохой учитель, бесполезный учитель. И это и подозначает термин ненадежный, не нужно на это полагаться. Не полагайтесь на цепляние за недостатки, потому что это неконструктивное состояние ума, которое вас ни к чему не приведет. Но не отрицая их, сосредоточиваясь на том, чтобы видеть учителя как Будду. При этом не страдая наивностью, не думая, что он уже всеведущий может говорить на всех языках во Вселенной. Во всех списках качеств, которыми должен обладать учитель, ни в одном из списков качеств, которыми должен обладать учитель, не сказано, что учитель должен быть просветленным существом. Поэтому не принимайте это учение буквально. Рассматривайте его в большем контексте, который я только что объяснил. И тогда это поможет нам получить от учителя максимальное вдохновение, что поможет нам на тантрическом пути и в особенности при работе с образами Будды. Мы уже задержались, поэтому не уверен, что продуктивно было бы сейчас спросить вас, есть ли у вас вопросы. Возможно, уместнее будет дать вам возможность поразмышлять о том, что вы услышали ночью и задать вопросы завтра утром. Это очень тонкая тема, тема того, что Гуру является Буддой и очень легко неправильно понять. И понимать ее необходимо в гораздо более широком контексте других учений. Тогда она обретет смысл. Давайте закончим посвящением. Пусть все постижение, которое мы обрели, становится все глубже и глубже и станет причиной для обретения просветления ради блага всех существ. Спасибо. 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 Продолжение следует...